Мы все привыкли к тому, что лучшая часть населения нашей планеты – это женщины. Но я, к сожалению, должен осознать, что среди великих... ...что среди великих людей искусства – математиков, физиков, химиков, художников и даже декораторов – вы не найдете женских имен. Женщинам не удосужилось стать избранными, но Россия, как всегда, оказалась избранной страной. В нескучном имении зимой, в 1884 года, родилась девочка Зиночка. Семья, в которой родилась девочка Зиночка, была самой, что ни на есть творческой. И все поголовно были художниками, архитекторами и скульпторами. В талантливых семьях, как известно, дети тоже талантливые. В связи с такими обстоятельствами, Зинаиде ничего не оставалось делать, как тоже стать художником. Похоже, что Ван Гога уважала или даже любила, какие подсолнухи. Обычно все нормальные женщины становятся матерями. Это не я придумал, это было придумано там, наверху. Поэтому претензии предъявляйте не ко мне, а к нему. Может быть, Серебрякова была ошибкой? Но какую? Из имения со скучным названием «Нескучное» семья переехала в Петербург в дом матери Зины, потому что умер от чахотки отец. В Питере дети очень часто ходили в Эрмитаж, и Зина занималась тем, что перерисовывала классиков, и еще она ходила в художественную студию Репина. В детстве Зинаида много путешествовала со своей мамой. Например, они были в Италии. И девочка зарисовывала свои впечатления. Вообще, по картинам художников можно определить, где и когда они были. Вот, например, Капри. В 1903 году Зинаида с мамой туда приехала. Это прекрасный быстрый набросок, сделанный твердой рукой. До 16 лет Зинаида Лансере училась в гимназии в женской. Лансере – это была ее девичья фамилия. А потом она поступила в школу княгини Тенишовой. Это была художественная школа. Дальше обучение Зины было решено продолжить в Париже. И они с мамой уехали во Францию. В Париж через некоторое время приехал двоюрный брат Зинаиды. И, упс, они полюбили друг друга. Все бывает. И решили пожениться. Родственники, конечно же, были против. Ведь на братьях и сестрах жениться не очень правильно. К тому же она была католичкой. А Борис – православным. Но любовь победила. И молодые люди поженились. И теперь она Зинаида Евгеньевна Серебрякова. Замужем за двоюрным братом. Как известно, любовь зла. Полюбишь и брата. Любовь на земле, а браке на небесах. В 25 лет Зинаида покорила все петербургское общество своим автопортретом. И первым выступил с хвалебной речью ее дядя Александр Бенуа. Бенуа. Вообще, какая известная семья была. Не каждому художнику везет иметь знаменитого дядю Бенуа. А знаменитый архитектор тоже Бенуа. Поэтому приходилось Зинаиде именно дедушкой. Это с такой известной семьи была великая художница. Но не только дядя смог оценить картину племянницы. Этот автопортрет был куплен Третьяковской галереей. На радостях Зина пишет еще один автопортрет. Девушка со свечой. И вообще, надо сказать, что у Зинаиды Серебряковой очень много автопортретов. Любила саму себя неизвестно. А может быть, просто неохота было кого-то просить, чтобы позировали. Взял так, захотел рисовать. Взглянул в зеркало и написал свой портрет. Вообще, надо сказать, что, конечно же, женские мозги в этом смысле понять тоже невозможно. А потом Зинаида посетила Италию. Вот эту картину Зинаида начала до своей поездки в Италию. А закончила, когда вернулась. Специалисты считают, что на нее произвели впечатление картины великих итальянских художников. Может быть, это так. Но картина, по-моему, сама по себе просто очень красивая. У Зинаиды Евгеньевны была большая дружная семья. У них с мужем было четверо детей. И, конечно же, детей она писала много и красиво. Надо сказать, что, глядя на эти портреты, абсолютно не видно, что они с мужем были брат-сестрою. Дети действительно очень красивые, здоровые, радостные. И просто пример для подражания. Помните? Вот эту картину за завтраком. Вы все в школе ее проходили. Даже я писал по ней сочинения. Мне даже кажется, что это субботний завтрак. У людей нет никаких проблем. Дети беззаботны и счастливы. Я не знаю, почему в наших школах пытались найти какие-то революционные проблемы. На самом деле, прелесть этой картины заключается в том, что проблем у этого семейства нет. Проблемы в семье начались вместе с революции. Впрочем, как у всех они, между прочим, начались с революции. В 17-м году Серебряковы жили в Нескушном. И большевики сначала сожгли их библиотеку, а потом еще множество полотен Зинаиды. Нет, дети не играют в карты. Они строят карточный домик. Считается, что это самая грустная картина Серебряковой. Карты легкие, и сейчас домик может разрушиться. Это тогда, когда умер муж Серебряковой Борис, и семья наполовину осиротела. Потом семья переезжает в Харьков. И там Зинаида работает в музее, пишет портреты сотрудников этого музея на фоне экспонатов. Музей был археологический, и, наверное, археология в это время никого не интересовала. Из Харькова семья Серебряковых переезжает в Петроград. И они поселяются в дедушкину квартиру. Потом их уплотняют, но им страшно повезло. К ним не подселяют рабочих с Путиловского завода. К ним подселяют просто актеров. В творчество Зинаиды приходит театр. В основном балет. И она пишет портреты балерин. А здесь на Серебрякову произвело явное впечатление живопись Дега. Только балеринки какие-то плотненькие. Зинаида Евгеньевна вполне могла бы стать правильным советским художником. Просто ей не хотелось пропагандировать советскую власть. Ее дядя, известный художник Александр Бенуа, помогает ей переехать в Париж. Здесь она, естественно, тоже рисует и пишет. Все на нее производит впечатление. Версаль. Прекрасная живопись. Но в Петрограде остались ее мать и дети. Потом удалось переправить двоих детей к матери. А двое так и остались в России. До сорокового года Серебрякова не отказывалась от советского гражданства. Она все надеялась на воссоединение с семьей. До войны Зинаида много путешествует. И в ее картинах появляются арабские мотивы. Но сердце ее зовет в Россию к детям. Да вы вроде же не коровы. Вы верблюды. Приличные верблюды. Не плюются. Вернуться не получается. Но деньги она исправно посылает своим родственникам. К сороковому году практически вся Европа находится во власти нацистов. И Зинаиде Серебряковой нужно выбирать. Либо отказаться от советского гражданства, либо попасть в концлагерь. В момент хрущевской оттепели творчеством Серебряковой заинтересовались в Советском Союзе. В Париж приезжают разные деятели искусств и художники помогать организовывать выставку в Москве. Серебрякова с радостью соглашается. Это единственная ее возможность увидеть двоих детей, которых она не видела 40 лет с 1924 года. Ее картины даже печатают в учебниках по литературе, чтобы советские дети писали по ним сочинения. В 65-м году Зинаида Серебрякова последний раз приезжает на родину. Наверное, для того, чтобы повидаться с детьми. А в 67-м году она умирает. В Париже.